о кстати это тигр цыбле зубы приходилось такими делами конечно вымерли да вы что здравствуйте мы знакомимся с новой игрой far cry primal душа дикаря важная часть приключения связана с приручением животных и разобраться с этим вопросом нам помогает знаменитый дрессировщик аскольд запашный аскольд запашный акробат дрессировщик режиссер народный артист россии праймал пятая игра серии авторы решились на кардинальные изменения перенесли действия в эпоху верхнего палеолита на примерно 12 тысяч лет назад а все кажется таким знакомым вот первая сцена как из советского учебника истории федора коровкина для пятого класса да я помню эту картинку охота на мамонта производила неотразимое впечатление охотники сами стали добычей когда на них набросился саблезубый тигр как вы думаете вы бы могли работать с таким саблезубым ну смотря что вы подразумеваете под работой на арене цирка ну если я могу работать с обычными то почему бы и нет но этого зубы то побольше вот такие примерно зубы меня никогда не бывали а как вы считаете вот как мы видели группа из пяти шести человек может справиться с таким саблезубым тигром или вообще если они вооружены примитивным оружием вот копьями все зависит от того что это справится потому что сопутствующие потери точно будут о боже честно гипотетически если бы в дикой природе вам повстречался тигр или в крупная кошка вот у вас возник как какой-то конфликт как бы вы поступили странно странно формулировать это как конфликт потому что это ситуация абсолютно не в мою пользу ну то есть он уже рычит и вы видите что он готовится я вооружен знаете давайте будем считать что вы вооружены копьем в общем здесь нужно всегда бить на поражение в противном случае есть хорошая поговорка не нужно убегать от снайпера умрете уставшим то есть убегать от тигра без поля на исполезно все больше и больше сочувствую героем этой игры но мы видели как они при помощи факела пытались отогнать и хищник это возможно возможно только в том случае если факелом самого начала прижечь и животное потому что вот у нас в цирке есть такой трюк наверняка вы о нем слышали и видели его прыжок через огненное кольцо есть разные сумасшедшие защитники животных которые кричат что мы их заставляем прыгать в кольцо путем запугивания но смысл этого трюка заключается в следующем до тех пор пока животные один раз не обожжется она всегда будет прыгать как интересно я даже не знаю где бы мы еще могли подчеркнуть такие практические сведения но это не к тому что я беру факел и экспериментирую главный герой охотник такар остался один-одинешенек после гибели соплеменников бинжа ему необходимо оружие укрытие и новые товарищи причем не обязательно люди у такара есть особенный дар он легко приручает животных приманил угостил погладил все друзья а сколько а вот правда что некоторые люди лучше других находят общий язык созверя это вот что вот это дар какой-то особый метод или у вас это вот как есть два способа первое это родиться с этим второе это научиться от опытных людей ну и если конечно же есть еще такая ядерная смесь такая предрасположенность плюс приобретенный хороший опыт то конечно человек очень быстро начинает находить общий язык животными но конечно без приемов из фильма данди по прозвищу крокодил когда человеку достаточно сделать какую козу да и в общем все любое животное тут же начинает его магическим способом слушать а вот эти большие кошки вас они кем считают кто лидер для них лидер прайда ну да ну вы понимаете что здесь нужно четко отдавать себе отчет что ты находишься в группе убийц в игре 15 разных животных которые поддаются дрессировки сова летает на разведку позже ее можно обучить пикировать на врага крупные хищники понятное дело помогают в бою и на охоте мамонт отличное средство передвижения енот полоскун обстирывает все племя но если представить что вот вы бы оказались на месте вот токар вот главного героя игры вот вы бы каких зверей предпочли ручки зрения приручения с точки зрения прощения фух ну наверное боевых животных я бы себе точно не приручал потому что это нереально но из опыта я могу вам точно абсолютно сказать что любой крупный хищник в возрасте после где-то около трех лет превращается совсем другое животное чем вы видели раньше и тем более если мы с вами опять же не гипотетически рассуждаем на тему как бы я бы повел себя я просто не взялся за такие эксперименты поскольку жизнь одна а вот как сообщить игру что он не прав какие слова используют в мире тигров есть один звук которые они издают по отношению друг другу для того чтобы показать наоборот свою дружелюбность когда они находятся в группе они систематически издают этот звук потому что они понимают что опасность может исходить абсолютно отовсюду звук вот такой если хищник однозначно решил нападать здесь уже только драка то есть здесь уже не поможет задача играющего собрать собственное племя и расправиться с неприятелем ибо в верхнем палеолите ну как и всегда главный враг это другой человек наука подтверждает это обстоятельство вспомним знаменитое кладбище 117 стоянку древних людей которые обнаружил археолог фред вендоров там было 60 скелетов с повреждениями которые нанесены примитивным оружием следы первого документально зафиксированного боя который произошел 13 тысяч лет назад вообще автор очень внимательно отнеслись к деталям вы спрашивали у специалистов как могло выглядеть оружие одежда жилище той эпохи профессор лингвист придумал язык для персонажей на основе протоевропейского причем у каждого племени свой диалект считается что к исходу приключения толковый игрок научиться бегло разговаривать на винджа ну тайванка чнау-то мачиш поди мама аскольд а вот вам случается проводить досуг за играми вот вы какие предпочитать я себя могу назвать прожженным геймером потому что я играл фактически во все возможные приставки и на pc играю постоянно в принципе обожаю индустрию гейм индустрии спасибо что нашли время для нас и наших зрителей спасибо что пригласили до новых встреч всего вам доброго ну чё идем на тиграх кататься давить и моя у меня нет к сожалению да я должен сейчас да мы мы должны до новых встреч